Девушки отдыхают 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 ребятки конечно кольца регенерации это нам бери за честь и отвагу какой красивый кораблик был конечно не последним можно в 4 еще такая себе экспедиция на рук воина тут прям воин был эти на артас он даже даже не подходит у нас только 100 становится пафосным что он даже решил не принимать участие боевых действиях лечу тебя это все равно нужно будет через низ проходить ух ты они большого крепите наверно мощное зелье маны надо гномом использовать потому что на вижу же не хватает маны жалко прям большое зелье было на боевые когти 12-го на гном забирая на 3 конечно плюс 12 корона ничего себе свет благословляет так еще здесь кораблик был тут можно нанять воин легиона угру тоже будет поинтересней артаса оставил позади просто почему я взял этих они дают баф на на скорость жажда крови там и урон больше и скорость больше пусть разбирается мы пока дальше пошли я просто поставил это на автокаст и сейчас все мои такие основные дамагеры будут с этим бафом бегать почему бы и нет камень маны разумеется р-1 пошел он знает что его не хватает предметов чё 25 к скорости регенерации маны можно поглотить восполнить ой хороший такой этот а ну-ка мы сейчас подумаем что тут у артаса такое можно вот эту херню наверно мы вынесем а это забирай себе погнали дальше ребята вы не расстраивайтесь мало столица была зима могу быть отряд номер два поднимемся тут посмотрим что здесь сначала вы идите подрывники они нам нужны для того чтобы расчистить деревья мы выбираем и вот тут свет благословляет видите можно было бы и мортирами расчистить путь но ничего так будет веселей ой что-то не так слабенько взорвались как по мне ну сдачи не выполнили я помогу я помогу хороший 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 плак хороший плак еще одни наемники тут кто угар громила блин ребята мне на мне на всех не хватит правосудие свершится что я там у тебя я слушаю свет разумеется и стоять наблюдать как умирает свобода ну ну наконец-то артас начал бить а не смотреть так хорошо ладно все же нам кого-то надо потом нанять мы потеряли дальнобойного дальнобойного и возьмем тебя у нас осталось два корабля 16 минут это ези за честь и отвага не атакуйте башни плейте попробуйте быстро просветка через коне распределяя получаем урон от башни между двумя вижу такой лайфхак блять так братуха ты у нас самый сильный цветок исцеления ну чё тебя марадин у тебя что тут есть где ты вообще блин ну вот еще у нас один доброволец нарисовался так марадин продавай возьми свиток исцеления чего ты ж продал нет артас а где марадин вот он он хочет купить не я вот так теперь лучше погнали нет 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 стоп 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 гонят вот эти два и пошли правосудие свершится конечно разумеется верно они нашли слабое звено о горы таки падлы пробежали блин а мы сейчас я весь отряд потеряю Быстрее было бы, наверное, так разбить. Но мы пойдем вниз, посмотрим, кто здесь он. Вообще, нужно было дать ультимативную способность Мурадина, чтобы он в аватар зашел. Да и все. Ну, уже поздно. Хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Поздно просить пощаду. Разумеется. Тут прям целый лагерь. Беля не успел его застанить с помощью молота. Заодно, так сказать, качнулись. Вот, это уже и поганище пошли. Это уже будет поинтересней. Маг упал. Тебя спасу. Ты просто у нас в роли танка. Так ты бестолковый, ты корабли бить не можешь. Ощути его и где. Конечно. Это некромант подлый. Кстати, мы же Мурадина могли сделать вот так. Ну, ладно. Разумеется. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Какая-то страна, они корабли поразмещали. Готово. Артус, подлец. Принц Артус. Вперед, солдаты. Драги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой. Уничтожим их всех во имя Лордерона. Проклятые твари. Перебьем их. Вот это поворот. Корабли уничтожены. Что нам теперь делать? Слушайте меня. Мы не можем вернуться домой. Только победа спасет нас. Мы останемся здесь и победим. Или погибли. Возвращайтесь в лагерь. И занимайте свои посты. Вот так вот Артус воспользовался за деньги. Тролями, ограми. А потом обвинил их в том, что они сожгли корабли. И он хороший. И солдаты довольны. Ребятки, это было завершение этой главы. Следующая глава девятая. Ледяная скорбь. И мы будем проходить ее чуть позже. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok